Волшебный инструмент сегодня продемонстрировали в Чувашской государственной филармонии. Именно так, за удивительно нежное звучание поэта называли арфу. В Ирландии ее изображение вошло в герб страны, а в XIX веке каждая благовоспитанная девица должна была уметь играть на этом щепковом инструменте. Купили арфу в Америке, специально для Чувашской государственной симфонической капеллы. Для коллектива это стало знаковым событием, которым решили открыть год культуры, объявленный в стране. Вот такой прием игры называется глиссанту. Появление арфы для симфонического оркестра поистине царский подарок. Инструмент обошелся бюджету республики в 1 миллион 530 тысяч рублей. В прошлом году был другой презент – орган. Но только сейчас оркестр укомплектовался полностью. Для капеллы, представляющей республику и в России, за рубежом – это бесценное приобретение. Обходиться можно и без симфонического оркестра. А зачем нам симфонический оркестр? Когда есть гармонь, балалайка. А зачем нам прекрасный инструмент? Есть баян. Но это же не уровень. Если при наличии этих инструментов мы не могли сыграть ни одну симфонию Бетховена, Шуберта, Моцарта, Рахмайна, Чайковского. А так разве можно жить? Так невозможно. Надо же ориентироваться на высокие образцы музыкального исполнительства оркестров Европы, нашей Российской Федерации. Чтобы исполнять произведения великих, вместо арфы приходилось выводить рояль, электронные музыкальные инструменты. Но оркестр звучал по-другому. Арфа насытит исполнение эмоционально, красочно, убеждена домрист Наталья Иванова. Я считаю, что особую краску добавляет именно звук арфы. Такую глиссандры не сыграешь ни на одном рояле, ни на одном цифровом пианино. Потому что строение арфы, оно как раз предполагает звучание. Ветерок пробежался, и изобразить это может именно инструмент арфа. Именно выпускницы Казанской консерватории доверят волшебный инструмент. Наталье предстоит обучение в той же Казанской консерватории, теперь по классу арфа. Но первые уроки она уже прошла в музыкальной школе. Самой пришлось обновить имевшийся там инструмент, натянуть вместо струн рыбацкие лески, чтобы сегодня показать, на что способна арфа. Именно в год культуры республика собирается обновить инструменты в музыкальных школах и школах искусств. При уточнении бюджета планируется выделить 10 миллионов рублей, говорят в Минкульте. В последний раз новые инструменты появились в школах лет 7 назад. В год культуры культуре особое внимание. Тому подтверждение это и укрепление материально-технической базы наших учреждений, их оснащенности современной аппаратуры, реконструкции и строительства объектов культуры. Вот в этом году мы начнем долгожданную реконструкцию данного здания, филармонии и Чувашского государственного театра оперы-балета. Ну а в капелле с появлением арфы уже готовы расширить репертуар. И говорят о том, что теперь в музыкальном училище можно готовить арфистов. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика.